Антарктида Антарктида – самый малоизученный материк на планете, за которым закреплены сразу несколько рекордов. Так именно, в Антарктиде дуют самые сильные ветра на планете. Именно там же была зарегистрирована и самая низкая температура, а именно 89 градусов ниже нуля. А ещё именно в этом месте расположен самый большой кратер на Земле. Но ещё больше тайн хранит данный континент под своими льдами, и сегодня предлагаю разобраться с ними. Поэтому усаживайтесь поудобнее, наливайте чай и приятного просмотра. Но перед началом, дорогой друг, поставь свой царский лайк или даже диск, а также поделись своим мнением после просмотра данного ролика нам будет очень интересно. Несмотря на то, что поверхность материка рекордсмена на протяжении нескольких миллионов лет была покрыта льдом и снегом, учёные смогли показать облик цветущей Антарктиды прошлого. Антарктический ледяной щит настолько тяжёлый, что поверхность самого холодного материка на планете прогнулась под тяжестью веса льда и снега почти на 500 метров. Ещё бы! Ледяной щит Антарктиды хранит в себе до 90% всего льда на Земле. В настоящие дни самый холодный материк планеты начинает постепенно открывать миру свои секреты. В результате глобального потепления его поверхность постепенно обнажается, открывая всему миру неизученные и таинственные территории. Озеро Восток, так, расположенное вблизи одноимённой Антарктической станции, в настоящее время находится под толщей льда в 4000 метров. Учёные считают, что несмотря на гигантское давление воды в озере, которое приблизительно равно 300 атмосферам, в этом водоёме могут обитать организмы, наделённые по-настоящему уникальными свойствами. Из-за того, что озеро Восток много миллионов лет находилось в изоляции от внешнего мира, местная фауна может радикально отличаться уже от изученной. Но несмотря на то, что в настоящее время Антарктида практически полностью представляет собой ледяную пустыню, климат на материке не всегда был таким. Дело в том, что Антарктида когда-то являлась частью гигантского материка – ванны, обладающего тёплым и влажным климатом. Антарктида прошлого была покрыта дождливыми лесами, хотя уже тогда в южной её части иногда было довольно холодно и периодически даже выпадал снег. Фауна мезозоя также хорошо была представлена в виде некротых динозавров, древних птиц и млекопитающих. Так, одной из первых находок антарктических динозавров стал крилофозавр, чья длина достигала аж 8 метров. Для того, чтобы излечь останки древнего монстра из многокилометрового льда, исследователям пришлось сначала взорвать взмершие динозавры динамитом и только после этого собрать разлетевшиеся части крилофозавра по горным склонам. Ещё одним из наиболее интересных открытий стало обнаружение долины под Летником Берг. В настоящее время долина считается самой глубокой точкой, расположенной внутри континента, так как уникальное место находится на глубине почти в 2780 метров. Но уже сегодня исследователи считают, что если весь сосредоточенный в Антарктиде лёд полностью растает, уровень моря на нашей планете вырастет примерно на 60 метров. В результате такого катаклизма под воду рискуют уйти множество крупных городов, среди которых значатся Лондон, Нью-Йорк, Санкт-Петербург и Сидней. Кроме того, под воду уйдёт и часть прибрежных европейских стран, таких как Нидерланды или Дания. Сама же Антарктида понесёт значительные территориальные потери. Западная часть континента превратится в архипелаг со множеством островов, сформированных абсолютно новую карту Древнего материка. Согласно официальным данным, на антарктическом полуострове уже сейчас отмечается появление тундровой зоны. Учёные считают, что в связи с возрастанием средней температуры на планете, на материке вскоре начнут расти деревья. А количество представителей животного мира с каждым днём будет только увеличиваться. Поэтому определённо стоит задуматься о состоянии нашей планеты и в первую очередь об экологии. Дорогой друг, досмотрев до конца, поделись своим мнением в комментариях. А также распространи видео, для нас это будет большой мотивацией выпускать больше интересного контента. Субтитры создавал DimaTorzok